Пружины и их рассмотрение являются частным случаем закона Гука, который можно быть выписан в более общей форме. Заметим, что здесь мы рассмотрели два случая. f равно минус k на дельта x, дельта x. И при последовательном соединении пружин у нас жесткость была равна сумме жесткостей k1 при параллельном соединении пружин плюс k2. Это две параллельные пружины. При последовательном единице на k был единиц на k1 плюс единица на k2. Это у нас две пружины, одна за другой идущей. Такое параллельное соединение пружин эквивалентно тому, что площадь каждой пружины удваивается. или, точнее, площадь пружин будет суммироваться. То есть это эквивалентно тому, что s равно s1 плюс s2. Поперечное сечение у нас стало суммой. Здесь, во втором случае, длина пружин L стала равной также сумме L1 плюс L2. Что напрашивается? Напрашивается, что из того, что у нас k равно сумме, и s также равно сумме, напрашивается, что k пропорционален s. С другой стороны, вот отсюда, из того, что у нас сумма длин, а здесь складываются обратные величины, напрашивается предположить, что k пропорционален единица на L. Ну и если использовать вот эти два соображения, то можно написать, что k будет равен какой-то константе, условно обозначим её буквой E, s делить на L. Теперь мы можем переписать наше выражение. f равно минус E, s делить на L. И вместо Δx я напишу ΔL. ΔL как изменение длины пружин. Δx равно ΔL. Деляя на S, получим f на S равно E ΔL к L. Знак минус сейчас я буду опускать. Знак минус сейчас я буду опускать. Не буду рассматривать направление. То есть минус у нас появлялся за счет того, что сила пропорциональна удлинению пружины, но направлена против удлинения. Сейчас я не буду рассматривать, не буду учитывать знак. Возьму только по модулю. f делить на S по смыслу является неким давлением. неким давлением. В механике такое давление в твердых телах называют механическим напряжением. Обозначается оно буквой σ. ΔL к L это относительное удлинение пружины или удлинение тела. ΔL к L обозначают буквы ε и называют относительным удлинением. Тогда вот этот закон будет иметь вид σ равно E на ε. коэффициент е, который здесь мы ввели, носит название модуля Юнга. И вот этот закон справедлив для любого тела, которое мы пытаемся растянуть в доле его длины. И в нём механическое напряжение пропорционально относительно деформации этого дела. Причём коэффициент пропорциональности это модуль Юнга. Модуль Юнга зависит только от вида вещества и является табличной величиной. Его можно найти в различных справочниках и таблицах. Очень похожие соотношения можно получить в случае, когда деформация является не продольной, а, например, поперечной, то есть сдвиговой деформацией. Аналогичное выражение можно получить и для крутильной деформации. В этом случае в этом случае у нас tau будет равно g на n. Давайте запишем ετ. где tau это сдвиговое напряжение или сдвиговое это tau равно f перпендикулярное делить на сейчас f касательно f тангенсальное делить на s а ετ равно давайте напишем какой-нибудь δ y делить на l δ y делить на l и в качестве рисунка будет вот такая вот немножко сдвинутая система сдвинутая система f у нас будет направлено сюда f tau s у нас здесь δ y у нас будет вот тут а l будет вот здесь δ y делить на l это ничто иное как тангенс вот этого угла θ и если этот угол невелик то при малых углах он может быть просто равен самому углу θ коэффициент g который здесь введен но есть название модуля сдвига модуля сдвига он также является справочной табличной величиной для различных веществ ничто не ничто вверх вверх